Девочка-пай 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 Пойдем поговорим. Пуле где-то пропадаешь полчаса. Я здесь. Репетиции за тебя не начинаем всегда так. Когда это кончится? Быстрее, быстрее! Пуле! Внимание! Внимание! На право! Все, давай марш! Товарищ режиссер, можно мне уйти? Меня ждут на радио. Ладно, идите, идите. Спасибо. Стой, стой! Подождите! Стой! Були я на свое место! Быстро! И когда наш мальчик увидел злую водяную крысу, он погнался... А? Понял, хорошо. И когда наш мальчик увидел злую водяную крысу, он погнался за ней изо всех сил. Наш смелый мальчик-спальчик гнался за крысой, а петушки с красными гребешками звонко подбадривали его своим боевым кличем. Илья! 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 Мчится водяная крыса по болоту, мчится мальчик-спальчик за крысой и приветствует нашего героя своим веселым кваканьем лягушки. Друзья, разрешите мне получить без очереди. Спешу на телестудию. Все понятно, пожалуйста. Пожалуйста. Вот мой паспорт. Спасибо. Прошу прощения, спасибо. Здравствуйте, почтенный. Здравствуйте. Ваша статья о полевых мышах забракована консультантам, а информация об открытии школы пойдет в следующий номер. Спасибо. Я принес еще вам статью о телефонах. Это фельдетон в стихах. Автоматы, автоматы, автоматизация. Оставьте, посмотрим, оставьте. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания. Это наш зять, великий русский писатель Александр Сергеевич Грибоедов. А наша грузинская красавица Нино Чавчавадзе на могильной плите написала поэту. Ум и дела твои бессмертны в памяти русской. Но почему пережила тебя любовь моя? Хотите, я вам прочту монолог Чацкого? Пожалуйста. Прошу. Хотим. Безумным вы меня прославили всем хором. Вы правы. Из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробыть успеет, подышит воздухом одним, и в нем рассудок уцелеет. Вон из Москвы, сюда я больше не ездок, бегу не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету мне! Карету! Вот и все. Спасибо за внимание. Вам на обед, а я на киностудию. Можно вас на минуточку? Да, пожалуйста. У меня в два часа съемка, а вечером мы встретимся. Договорились? Хорошо. Добрый день. Я прочел вашу статью о выставке цветов. Живо и увлекательно, ничего не скажешь. Старался. Вы только там спутали хризантему с гортензией. Мотаешься за всякой информацией, а получаешь гроши. Никто из нас пока в Шекспиры не вышел. Були, вот, пожалуйста, мой паспорт. Спасибо. До свидания. До свидания. Опять опаздываете, молодой человек. Простите. Простите. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Наши ряды поредели, но вместо погибших встанут новые герои. Не отдадим врагу ни пяти земли. Наше знамя будет развиваться вечно. Вперед, воины! Вперед! Ну, наступай! На меня! Ну, ты понял? Действуй, давай, давай. Рука вверх, корпус назад. И вперед! Вперед! Сначала он, а потом вы. Он не понимает. Идите, идите отсюда, занимайтесь своим делом. Мы без вас разберемся. Без вас. На помощь! Минуту, встаньте сюда. Дорогая, что вы делаете? Кто же так зовет на помощь? Смотрите. О, а, о, 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 о! Где порыв? Где ваш темперамент? Держите меня покрепче. А, на помощь! О, Родина! Нельзя же так, переживать надо. Ну, приготовились, начали, пошли! Давай, давай, давай. А-а-а! Живей, живей! На помощь! Помогите! Боже, что она делает! Стоп! Сазончик! Где Сазончик? Ну, его. Я. Понятно? Внутренне молится всем своим существом. И, пожалуйста, не забывай о пластике рук, когда крестишься. Уважаемый режиссер так замечательно все объясняет. Оттуда не трудно выполнить его указание. Кто взял этого кровопийцу? Послушайте, дорогой. Уйдите со съемочной планеты. Извините. Пожалуйста. Я уже ничего не соображаю. Подождите. Что мы снимаем? Выйдите из кадра. Вы не в кадре. Давайте, давайте, давайте. На колени. Да не все. Вы и вы. Встаньте. Эй, парень. У тебя в руке сабля, а не палка. Как ты ее держишь? Ну, встали, встали. Вперед на врага. Вперед. Ура! Идите назад. Сейчас будем снимать. Внимание, как там у вас. Приготовились. И вы тоже. Гоги. Сетку на седьмой. Ребята, свет. Тамряко. Номер. Тамряко. Тамряко. Где тебя носят? Быстрее. Поправь, фокус. Хорошо. При. Хлопушку ниже. Блякуй. Приготовились. Мотор. 866. На колени. Зови их, зови. Воины. Вперед на врага. Ура! Вперед. Левее. Левее. Стоп. Эй, хватит. Неостроумно. Вы смотрите скромно налево, а затем медленно переведите взор слева направо. Вам ясно? И, пожалуйста, ради бога, не смотрите в аппарат. Сколько раз, внимание, сколько раз я говорю об этом, и каждый раз кто-то из вас пялит глаза в объектив. Посмотрите на лето, а потом направо, а в аппарат смотреть не надо. Ясно, ясно. Я вас прошу, не мешайте нам. Извините. Итак. Впереди пойдет женщина в красную, а за нею всадник. Никако всадником вы все. Понятно, товарищ, товарищ, уйдите отсюда, уйдите. Пошли на исходную, живее, 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 живее. На исходную, живее, живее. Номер, номер, снимите. Тамряко, уйди из кадра, внимание, мотор. И женщины пошли. Женщины, женщины. Женщины, я сказал, замолчите. Вы разве женщины? Назад. Я же объяснял. О, Господи, уберите кто-нибудь этого человека. Женщины сюда. На ира, кофе, кофе. Я с ума сойду. Номер. Тамряко, номер, скорей. Тамряко, номер. Тамряко, тамряко, тамряко. Двинулись, двинулись энергично. Так, мотор. Есть. Пошли ко мне, ко мне. Стоп, стоп, стоп. Стоп, что? Пленка кончилась. Да? Скажу с ума. Иди, иди. Куда? Ко мне. Тихо. Тихо. Теперь ты понял, Чурбан? Стоит как деревянный. Ты же рыцарь, рыцарь. Как ты обращаешься с женщиной. Ты должен перед ней благоговеть. Она не просто женщина. Она царская дочь. Ты должен обращаться с ней деликатно. Ну, ты же видел. Давайте, давайте. И руки. Не забывай о пластике рук. Внимание. Давайте, давайте. Еще раз. Приготовились. Ну. Сначала? Нет, с конца. Конечно, сначала. С конца. Нет, начали еще раз. Внимание. Собрались. Номер. Приготовились. Мотор. Стоп. Да. В чем дело? Не понимаю. В чем дело? Заволокло. Я с ума сойду. Вам плохо, уважаемый. Опять вы оставьте меня в покое. Уйдите отсюда. Извините. Кто этот человек? Откуда он взялся? Займитесь им кто-нибудь. Уйдите. О, солнце показалось. Извините. Когда вы меня отпустите? У меня спектакль. Куда вас отпустить? Я же вас предупреждала. Всего только пятый час. Мы успеем вас отснять. Вы напрасно волнуетесь, дорогая. В шесть часов я должна быть в театре. В шесть часов вы будете в театре. Снимайте меня, уважаемый. Я никуда не тороплюсь. Кто? Я. Нельзя же так. Вы меня до инфаркта доведете. Я очень прошу. Уйдите отсюда ради бога. Сорплату получать. Мне кажется, надо панорамировать. Только направо можно. Слева мешает скала. Да. Нет, ты же видишь. Странно. Неужели нельзя снимать? Склошное молоко? Ну, подсвети немного. У нас же большая массовка. Поди сюда. Товарищ оператор, наш уважаемый режиссер просит тебя снимать. А ты говоришь, что там на небе такое молоко. Спасибо, спасибо. Не за что. Только уйдите отсюда. Прошу прощения. Я помочь хочу. Ну, постарайся. У него молоко на небе. А у меня актриса уходит. Дирекции, нашли время раздавать деньги. Солнце показалось. Снимать надо. А вы тут черт знает что. Слова с Висенки. Выдадим. Слава с Висенки. У меня сна. Я первый. Простите. Не подумайте, что я нахал. Когда вы меня будете снимать? Вы меня извините, конечно. Вы моей смерти хотите? Дайте прожевать грушу. В жизни я не видал ничего подобного. Уйдите. Уйдите отсюда. Уйдите. Давайте репетировать. Приготовились. Начали. Пошла, пошла, пошла. Быстрее к нему. Жизнь моя. Хорошо. Хорошо. Почему этот человек в кадре? Уберите его. Вон из кадра. Давай сцену сначала. Приготовились. Пошли. Энергично. Наполнено. Хорошо. Так. Просайся к нему. Что такое? Что за шутки? Боже, сумасшедший дом. Слушай, ты что? Внимание. Приготовились к съемке. Номер. Тамрико, номер. Где Тамрико? Тамрико. 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 Никогда ее еще он бы не на месте. Тамрико. Найдите ее немедленно. Никакой дисциплины. Разболтались. Тамрико. 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 Иду. Тамрико, быстрее. Тебя ждут. Где тебя черт носит? Ты здесь должна быть, а не с мальчиками бегать вверх-вниз. Ишь ты, такая здоровая девица, а ничего не соображает. Выгони из группы. Олю. Нет, нет, нет. Плавный жест. Она как фея. Уважаемый, как успеете сегодня меня снять? Опять ты, дорогой. У меня жена, дети есть. Меня не жалко их пожилить. Сколько раз тебе повторять? Пойди займись своим делом. Спокойно. Не кричи на артиста. И смело вперед. Урод, ты понял? Держи цаблю. Все, назад, назад, назад. У нас все готово? Давайте, номер, номер. Не надо номера. Приготовились. Начали. Нет, облако. Облако. Какое облако? Нельзя. Где оно? Десять раз успеем снять, пока оно дойдет. Я с ума сойду. Можно попробовать. Внимание. Мотор. Жестокая борьба. Ожесточенная борьба. Да нет, не то, не то, не то. Стоп, 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 стоп. Почему вы меня не слушаете? А вас не слышно. Хорошо, хорошо. Разойдитесь. Я буду командовать отсюда. Начали бой. Рубитесь яростней. Печет яростней. Возьмите оружие. Я возьму. Если бы не уходили от аппарата, успели бы меня снять. Если выживу, сниму полнометражный фильм о тебе. Вы меня простите, ради бога, что беспокою вас на работе, но у меня просто не было другого выхода. Ну, не ловить же вас на улице, а дома вас не бывает. Садитесь, пожалуйста, я объясню, в чем дело. Благодарю вас. Дело в том, что я ваша соседка. Моя квартира ниже этажом. Я ее недавно отремонтировала, месяц промучилась. Вы не представляете, чего это мне все стоило. Сочувствую. Помогала малярам. Вот этими руками разводила краски. Понимаю. Из-за вас это все пошло на смарку. Причем здесь я? От вас с четвертого этажа на мой третий протекла вода. И теперь у меня на потолке ржавые пятна. Если у вас нет денег, я вам одолжу на новый кран. Что вы кричите, вы же не на базаре. Что? Это вы, наверное, имеете какое-то отношение к базару. Как вы получили квартиру? Это не ваше дело. И зачем она вам, когда вы ни разу в ней не ночевали? Что это вам сказал? Никто. Я вас ни разу там не видела, и другие соседи тоже. Получили квартиру и держите ее на замке, когда столько людей нуждаются в жилье. Какое ваше дело, заперта моя квартира или не заперта? Я живу я в ней или не живу? Вы знаете, с кем разговариваете? А знаете ли вы, с кем разговариваете? Простите, это меня не интересует. О, очевидно, вас вообще ничто не интересует. Вы не читаете ни газет, ни журналов, не ходите в кино, не посещаете театров. Да, читаю, представьте себе, и журналы, и газеты. Хожу и в кино, и в театры, но, тем не менее, вас вижу, уважаемые, впервые. Хм, интересно, как это получается, что такие вот люди с таким низким уровнем культуры занимают такое высокое положение? Хотя я пока не знаю, с кем. Простите, что это, собственно, за учреждение? Это написано на двери. Выйдите и прочтите. Так вот, вы можете считать, что потеряли свое место. Ох, как я испугался. Свой кабинет, как игрушка, прекрасно обставлен. Уютно. А магазины завалены никому не нужными товарами. Между прочим, наши товары экспортируются за границу. И у нас очень много благодарностей. Это меня не интересует. Из разных стран, из Италии, Франции и многих социалистических государств. Не надо мне ваших благодарностей. Заберите их. Я вас за это привлеку к ответу. Увидим, кто кого привлечет к ответу. Увидим. Увидим. Что вы говорите? Беранже по сравнению с ним заурядный шансонье. Можно еще с этим поспорить. Поймите меня правильно. Мне тоже многое нравится в поэзии Беранже. Но когда речь заходит о Бодлере... Бодлер это совсем другое. А в какие утонченные формы он облекает свое беспощадное и яркое мышление. Как он воспринимает звуки мира, их нежность. Я затрудняюсь сказать, кто он больше, поэт или музыкант. Вы не забыли о своем обещании? У меня признаков склероза не наблюдалось. Я сегодня же принесу вам сборник стихов Бодлера на три дня. Спасибо. Это уникальное издание. Один мой приятель привез из Парижа. И знаете, хорошо, что сейчас весна. Весной Бодлер как-то по-особенному созвучен... Неужели это имеет какое-нибудь значение? Имеет, представьте себе, большое значение. У нас весной возникают именно те рефлексы. А знаете, только не подумайте, что это пустой комплимент. Вы девушка в духе Бодлера. Первый раз слышу такое. И, по-моему, вы преувеличиваете? Нет, нисколько не преувеличиваю. Ваша природа как-то духовно близка поэзии Бодлера. К сожалению, я пока вашего имени не знаю. А я вашего. Меня зовут Нукзар. Меня Лили. А знаете, у вас очень любопытная судьба. Судя по линиям вашей руки, можно сказать... Вы что, умеете гадать по руке? Немного. Назвать крупным хиромантом нельзя, но в свое время я увлекался этим. Очень интересно. А что меня ожидает впереди? Эта линия, по всей вероятности, означает... Следующий! Глонти! Ты принес мочу на анализ? Я его с утра жду не дождусь, а он тут амуры разводит на подоконнике. Подойди ко мне! Тебе что было сказано? Рано утром принести! Ксения, иди сюда! Полную банку принес! Одни совсем молодые, другие принесут столько, на пятерых хватит. Поди отнеси в шестой! Ксения направила к урологу. Люба, напиши ему справку. Ксения направила к урологу. Ксения направила к урологу. Что будем делать с Качадзе? Так он же круглый дурак. Из школы его за это не отчислишь? Мы не имеем такого права. Предлагаю перевести в следующий класс. Конечно, перевести. Переведем. Переведем. Переведем дурака. Что будем делать с Качадзе? Что тут голову ломать? Надо перевести в восьмой класс и все. Все равно из него толку не выйдет. Что будем делать с Качадзе, а? Если нам не удалось за 10 лет заронить ни крупицы знаний в эту дурацкую голову, так сейчас тем паче не удастся. Дадим. Дадим аттестат и пусть уходит. По крайней мере, отдохнем от этого дурака. Что будем делать с Качадзе? Давайте оформим ему диплом и пусть уходит. Видеть больше не могу этого дурака. Как нам быть с этим Качадзе? Придется дать кандидатскую. И пусть идет на повышение, иначе мы от него не избавимся. Чего вы так расстроена, Нинь-Нико? Мне поручили написать рецензию на диссертацию Качадзе. А его работа это почти копия докторской диссертации Кикновелидзе. По правде сказать, я пожалела Качадзе, и чтобы не губить его диссертацию, на первых страницах отозвалась о ней положительно. Но в дальнейшем я резко критиковала работу и требовала, чтобы он фундаментально ее переработал. Качадзе забирает на днях мою рецензию, ее первые страницы он переписывает, а остальные вообще куда-то выбрасывает. Расписывается за меня под рецензией и отправляет ее на утверждение. Я этого так не оставлю. Да черт с ним, не стоит копии ломать из-за этого дурака. Как вы могли допустить, чтобы Качадзе ругал меня при всех? Какой он имел право на это? Право он на это не имел. Но что взять с дурака? Такое чудовищное обвинение в мой адрес. Кто ему позволил? А почему вы ушли? Будь вы на защите с нами, он бы не посмел. Я ушел, потому что вы не сочли нужным огласить мою рецензию. Для меня, честно говоря, это было оскорблением. Не стоит ли из-за этого трепать нервы? Это недопустимо. В моей рецензии было сказано, что после докторской диссертации Тикновелидзе нельзя таким путем решать данную проблему. И что всю его работу нужно коренным образом переработать. Он ее исправил. Ничего он не исправил, кроме заголовка. И к тому же еще кричал, что мои требования, видите ли, ненаучны. Оставь ты его дурака. Мне когда-то пришлось от него бежать. А теперь сам не знаю, куда его... Ну как вы могли дать ему докторскую степень? Я опустил черный шар. Так говорят, все 20 членов комиссии, а против голосовали? Всего лишь три человека. Я был один из трех. А как это проверить? Голосование это было тайным? Но я буду протестовать. Оставь ты его в покое. Ты умный человек. Для чего тебе эта перепалка с дураком? Кто сейчас будет читать лекцию? Серапион Качадзе. Ой! Лучше спать в другом месте, чем слушать этого дурака. Пошли. Да, это был настоящий ученый. Умница. Отчего он так внезапно скончался? Узнал, что Серапион Качадзе академиком стал. Его хватило инфаркта. Да не может быть. Стоило умирать из-за такого дурака. Стоило умирать из-за такого дурака. Узнал, что у них есть. Ты что? Ты что? Нашел забаву? Управа на тебе не. Да, осторожно. Эх, большой вырос, а ума нет. Дядя, дай сигарету. Угу. Ты только смотри, не обижайся. Нет, что вы, я не обижаюсь. Эй, ты, обормот. Подойди. Я? Ты. Иди, иди. Зачем? Сейчас узнаешь. Покажи свои москулы. Что показать? Покажи свои москулы. Ничего. Давно мы с тобой не встречались, Фактан. Куда ты ищешься? Я был в командировке, вчера только вернулся. Извиняюсь. Пошел отсюда нахал. А ну, повтори, повтори. Извините, извините его. Не связывайся, не надо, успокойся. А то пойдем поговорим. Ну, чего обижаться? Ему некогда. Он просто пошутил. Правильно. Только я вчера был немного навеселее, ничего не помню. Мне можно идти? Идите. Поймите, я таких десятерых не испугаюсь. Можете в этом убедиться. Но когда такой щенок тебя ни во что не ставит, значит, нож у него в кармане. Если б со мной была моя жена, я б его в порошок стер. Граждане Вахтанг Петрович Соларидзе, Григорий Арчилович Гамилаури и Гурам Эрастович Каберидзе обвиняются в том, что 19 июля сего года в три часа дня они, будучи на улице в трезвом виде, не призвали к порядку Роберта Харитоновича Немсадзе, который нанес им всем различные оскорбления. Товарищ судья, из одной папиросы можно было потерять жизнь. За позорное поведение все трое приговариваются к одному году лишения свободы. Учтите, приговор окончательной обжалованию не подлежит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 В нашей парфюмерной фабрике был спущен план выпустить продукции на 15 тысяч 50 рублей 86 копеек. План с честью выполнен на 108,7 процента, как в денежном выражении, так и по валу. На аппарат ТТП поставлен новый электродвигатель конструкции Романа Жгенти. В деле подготовки кадров и освоения смежных профессий план также выполнен. Это огромная заслуга нашего руководства. А. Перевыполнено обязательство по переквалификации рабочих. Проведены следующие мероприятия. А. Своевременно подготовлено помещение для работы в зимних условиях. Б. В начале года проведен семинар для сотрудников. В. Все сотрудники сдали тех минимум. Г. В ряде цехов выдана бесплатно спецодежда. Д. Проведены беседы на актуальные темы. Е. Рабочим вредных цехов в рабочие дни выдается молоко. В сфере культурного обслуживания план также перевыполнен. Проведено 11 лекций. Состоялась 31 встречи разного вида и характера. Проведено 12 экскурсий. Продолжение следует... В. На Лошадке тебя покатаем. Там звери всякие, рыбки. Ох, интересно. Кого я вижу? Здравствуйте, Герасим Петрович. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Не его ли Кристина мы праздновали в позапрошлом году? Совершенно верно, его. А ну-ка, дай мне руку, как мужчина мужчине. Иди я. Дай. Дай ручку, дядя. Ты знаешь, кто это? Это наш управляющий. Извините, Герасим Петрович. Извините, пожалуйста. Замолчи. Замолчи. Перестань. Спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нет, молодой человек, так ничего не выйдет. Боже мой, какой кретин. Пожалуйста, над. О-о-о. Округляйте звучание. Легко, свободно. Звук в маску. Начали. О-о-о, не буди меня. Еще раз сначала, пожалуйста. Прошу вас. О-о-о, не буди меня. Нет, вы устали. Станьте на мое место и внимательно послушайте. Прошу вас. О-о-о, не буди меня, дыхание весны. Ария Вертера, одна из выдающихся арии в мировом вокальном рибертуаре. Помните об этом. О-о-о, не буди меня. О-о-о, не буди меня. Да вы не волнуйтесь. Ну, давайте еще раз. Шире, вдохновение. О-о, не буди меня. Нет, вы не понимаете. Тут душа, сердце, любовь. Ну, чувства. О-о, не забудь меня. Какой кретин. Не не забудь, а не буди. Я ошибся. Начали. О-о, не буди меня. Нет, нет, не то. Формально. Прошу вас. Еще раз. О-о, не буди меня, дыхание весны. Ми. 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 О-о, не буди меня, дыхание весны. Ми. О-о, не буди меня. О-о, не буди меня, дыхание весны. О-о, не буди меня, дыхание весны. О-о, не буди меня, дыхание весны. Замочек, перестань. Перестань. Сами и друзья. Вы себе позволяете не сядь здесь пить. Аполлон, чешское пиво привезли. Извините, чешское пиво привезли. Пиво чешское. Чешское пиво привезли. Я сейчас вернусь. Пиво чешское. Пиво чешское. Пиво чешское. Не души на улице. По морде дать некому. Дайте одну сигарету, прошу, жалко, да? Да нет, у меня последняя. У кого есть сигарета? Слушай, дайте закурить. Ну, нет, я сказал. У тебя есть сигарета? Куда они все в черту подевались? У тебя есть сигарета? Пошли отсюда. К Медякова двор. Сядем ее дверью на лестницу и будем петь до утра. Ай, у нее соседи занудные. Не столько пикнуть. Смотрите, ночная бабочка. Эй, подожди! Девушка! Желаем успеха! Пошел, Карсиман! Подождите! Пропал, Карсиман! Наша школа. Девушка! Девушка! Подожди! Стой! Гарсиман! Это ты! Как ты меня напугал! Ноги не держат! Это Ван? Ты что, это одна ходишь по улице так поздно? А что особенного? Была у Мэри, немного засидели себе. Я тебе покажу, твою Мэри. Ну, как жизнь? Хорошо. Как моя тетушка? Хорошо, здорова. А дядюшка? И он тоже хорошо. А ты почему не заходишь? Мы вчера о тебе вспоминали. Хотел сегодня зайти, да вот меня задержали товарищи. Как ты смеешь ходить по городу одна поздно ночью? На улицах полным-полно хулиганья и пьяных! Идем, я провожу тебя. Такси! Садитесь, пожалуйста. Что? Вы благодарю. Извините, я не сразу заметил вас. Садитесь. Большое спасибо. Не за что. С утра по магазинам так устала. Очень вам благодарна. Да что вы. Спасибо. Извините, как ваша фамилия? Что вы сказали? Как ваша фамилия, я хотела бы знать. А для чего это вам? Хочу написать о вас в газету. Обо мне? О вашей учтивости. Да нет, вы шутите. Пожалуйста, скажите вашу фамилию. Не нужно это никому. Нет, нужно. Я прошу вас. Пожалуйста, как вас зовут и фамилия? Будьте здоровы. Молодой человек. Молодой человек, подождите. Скажите, как ваша фамилия? Подождите. Подождите. Кто вы? Из какой семьи? Кто вы видите? Подождите? Скажите. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...